Перед началом просмотра ролика вы можете подписаться на нашу группу ВКонтакте. Мемы, информационные посты, а также мы регулярно делимся аналитикой предстоящих матчей и их результатами. Подписывайся на нашу группу аналитика ошибок и будь в курсе самых интересных матчей по Доте. Ссылочка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня на нашем выпуске Задрот Кускара. Приятного вам просмотра. Игрок с рангом 200 и у него 62% и 1000 матчей на этом герое. Вот такого интересного игрока мы нашли. Сейчас будем наблюдать за его игрой. Карда она давненько не была на нашем канале и это Хускар Керри. Мы привыкли видеть хусика в миде, но, знаете, поднадоел уже немножко. Ну и выпросили часто. Он даже, наверное, не то, чтобы Керри, он будет соло лайнить против... А нет, он с Виверной будет стоять. Ладно, тогда Керри, окей. Не, ну даже если об соло фар... Я думал, знаешь, так типа его против какого-то хардлайнера, думал, может быть, поставили, но нет. Ну, не все равно первая позиция нет, и кому-то фармить нужно в команде. Ну, вот их пуска разлетает. Вообще, как мне кажется, пик команды достаточно сильный. Тут есть герой, который любят собирать спирт весел, типа Тускара. Ну, типа Тускара. Собственно, все. Есть огромное количество burst damage. И отпуганный магический дэмэдж, и от Сленом физический. Плюс Верка. Хороший, в принципе, персонажи. Но тут зависит все от игры. Собственно, как игрок сыграет, как сыграет его команда. Поддержки в виде привычного для нас Даззла или Оракла нет. Но есть Верна, но на самом деле хил Верна это уже такая штука. Может и подруинить. Сказать, что он прям хорошо сочетается с Фускаром. Ну, и пока что команда оппонентов начинает трипло, и, судя по всему, Слен тут получит ФБшечку. Или не получит. Ну, как ФБшечку? Там 2 кила уже было. Ой, ФБшечку... Да. ФБшечку он уже получил в свое время. ФБшечку для себя? Ну, да. Ведь он один килл забирал, один ассист, я даже как-то и не заметил. Ну, и Соло Пугна. Вообще, герой для Соло Ленинга, в принципе, неплохой. Если бы тут был какой-то пассивный керри, милешный. К примеру, тот же Свен. То Пугна бы себя хорошо чувствовал. А, так он ФБ и сделал, кстати, между прочим. Пока мы начинали, даже не заметили всего этого. Он же действительно и стартанул. Плюс потом ассист получил. Так вот, по поводу Верна. Она вроде как особо не зонит, но Фускар помогает ей тоже подтыкивать стрелами. В итоге Пугна забирает фраг. Похотел сказать ФБшечку. Бывает. Ну и стартовый закупил себе две гантели. Возможно, это в дальнейшем брассера. Либо просто на лейнинг, чтобы добивать крипал, чтобы выйти немножко поплотнее. Интересно будет посмотреть и на раскачку, и на все остальное. По раскачке, я думаю, что по классике стрелы будет брать на хай-левел. На мидере у тебя как-то опционал побольше, потому что у тебя левела больше. Нежели в легкой у тебя саппорт экспириенс подворовывает, тебя могут убить. На легкой линии, мне кажется, все по классике будет. Даже и нерфаеров смысла брать нет. Ну, в общем-то, выйдем. Карп перетенялся на нижнюю линию. Голден Сиротус Карп, кстати, без стаутшилда. То есть, если они вгрызутся в него, то не отпустят. Он будет крайне неплотным. Ну, такой себе лайнап, если честно. Пока сложно будет, мне кажется, ему стоять здесь. Возможно, но пока что он фрифармит. Все-таки таск такой герой. Но опять же, это Хускар. Вот ты его бьешь, бьешь, вроде убиваешь, а потом все вздыхают, потому что стрел много на стакана. Да, если хусик разменивается по фрагам, то для него это всегда плюс. Потому что в один момент он на разминах просто потом пойдет, снесет вам трон. Классика жанра. В 1-4 пока что враги сротанули, неплохо. Так, еще преимущество у них уже есть за счет этих фрагов. Ну, ответочка тоже была. Леон в таверне, но Леон уже купил ботинок. На топе будет лейнить попроще. Верно, просто лес фармит. Ну, это, кстати, очень странно. Поставил соло-экспу просто Хускар. Ну, видимо, попросил. Наверное, скорее всего, попросил сам оставить. Ну, это окей. Но почему он лес бьет? Они на топе находятся. Скорее всего, он тильданул. Может, Хускар сказал, пошел он отсюда. Уродился. Ты бесполезен? Ну, так, конечно, нельзя. Ну, в общем-то, дело его. Качает лес, качает. Я думаю, что Хускар сильно страдать не будет. Но им нужно как-то поддавить на этого Хускара. Но все-таки берет с себе инерфаер. Единицы, я думаю, что он так и оставит. Ну, кстати, фармит, в принципе, неплохо. Учитывая то, сколько дэмэджа у Хускара, он нормально справляется. У него хороший прирост силы. А, нет, обычный прирост силы. Но все равно он дэмэдж растет с левелом. Так, полтос на первом левле. Попробуй подобивай. Ты сделаешь на Тускаре. Ой, это был фраг. Нет, не был фраг, потому что инерфаер есть. О, кстати, против Хускара, скорее всего, наберет этот инерфаер. Если его заперли в шардах, и вот начинаем бить, он просто отталкивает. Возможно, это решение ситуативное. Ну и плюс, опять же, сотка дэмэджа. Почему бы и нет? И обиднее могут на протяжении почти двух секунд. 1,75. В принципе, нормальное количество для первого лева. Ну и по Тшку первым айтам он хочет купить. Не покупает себе армлет. По крайней мере, в хейкбай у него армлет не стоит. Я думал, что он будет выкачивать на каждом левеле себе Берсеркут Блат. Спасибо. Прогу немножко побыстрее бить. Восстанавливать СССР, побольше. Помогли Хускара немножко подфармить. Вот каждый раз не понимал, когда вы находитесь в доминирующей позиции, оффлайнер плюс саппорт, и вы выпуливаете крипов, а потом не защищаете этих крипов, то есть не выгоняете Хускара. И по итогу он фармит и крипов с линии, и крипов лесных. Вы уж либо прогоняете его оттуда, если вы запулили, просто идите в него вдвоем. Либо, ну, вы должны страдать на этой линии, чтобы так отпулить, чтобы ваш офлайнер получил хоть что-то. Чё себе он психанул, сразу 9 танка себе принес. 9. Ну, возможно, это такая вот страта. Он постоянно на лоу-хп находится, а разменивается по тычкам. Быть может. Так, ну и ПТХ появляется. Сейчас у него должна, по идее, она у него стоит кикбая, да. Брейсеры он себе не стал собирать. Хоть уж хайлайнить попроще, атак спида больше. Может быть, курочку не хочет езжать пока что. Или вообще грейдить не будет. Ну, айтем на Хускара, в принципе, неплохой. Учитывая то, что ты силовик. Плюс дэмэдж получается, плюс хп. Может, хочется выйти уже в быстрый армляд. Кто его знает. Ну, вообще, я бы один брайсер взял бы. Один брайсер и стики. На Хускаре, в принципе, не нужно, как на лавкачах многих, покупать себе по 3-4 в рейс-бандах. Немножко не такой герой. Ему быстрее бы ключевому айтему выйти. Но, кстати, он ошибся. Он ошибся, этим временем, байбэк и... Ты думаешь, он здесь мог бы выжить каким-то образом? Думаю, что да. Ну, попытался бы хотя бы пожить. Ну, он просто так залетел, потерял много хп от игры в том числе. Просто Хускар вроде как троил, непонятно. Хотел он залетать, с основным не хотел он залетать. Ну, что хотел задрогать. Ну, вообще, суть геймплея за Хускар, то, что ты постоянно размениваешься. Если на тебя нападают, ты тоже нападаешь. А вдруг кого-то убьешь? Ну, зачастую так и происходит. Ты кого-то и убиваешь. Немножко просто не хватило. Ну, то, что бы ошибка. Если был бы саппорт на этой линии, то, скорее всего, умер бы и Хускар, и Пугна. Но... Саппорты не подошли. Вообще, не знаю, как Хускару против Пугны. Вообще, как это противостояние этих двух героев между собой. Непонятно. Это нормально, учитывая. То, что ты декрепифай пуржишь постоянно ультой. Ты просто поставляешь ульту. До того момента, пока на тебя Астрал не налетит. Ну, или ты видишь, что Астрал потрачен. Не кайфуешь. А так, один на один, лайнап. Ну, кажется, Хускар даже посильнее будет. Из-за тычки длинной, ну, то есть, трейндж-тычки, большой пуган, потому что как-то из-за этого можно переиграть. И на первых пачках все хорошо сделать благодаря дикрипу. Ну, мне кажется, никто никого не убьет, просто все будут фармить на центре. Если вот именно смотреть классическое противостояние на видео. Ну, кто-то на пугне ошибся. Не хватило ему демажа, чтобы Сускара убить. Интерфайр прерывает на пугне. Он, видимо, этого не знал. Ну, и соло-фраг. Это очень приятно, потому что он почти восьмого левела. Сейчас пойдет просто лес фармить. Можно было еще одну пачку запушить, но, видимо, он побоялся. Мало ли кто-то подойдет с трилером. Ну, и выходит в армлет. В принципе, классический артефакт для Хускара. Кстати, на линии не такой. Даже если ты стоишь 2 на 2, либо 1 на 2, стики можно покупать рано на Хускаре. Пусть мана у тебя не будет восстанавливаться на один момент. Ты просто нажмешь стик, восстановишь хп, и дашь еще парочку тычек условной пугни. Вот, и... Парегенишься еще за это время. То есть, стик крайне хороша. Я думаю, что он по игре все равно. А, ну, капел. Разогрейзеный. Ну, вросу-то из героев оказалось в итоге. Тут играет на Леона, есть Хекс у Леона, попытается сделать репаут. И выживает Леон. Он, по-моему, должен был сперва тычку дать вторую, а потом только Иннерфайр нажать. Получилось так, что когда герой отлетел, тычка не долетела до героя. Идали она. То есть, если дал бы сперва тычку вторую, а потом Иннерфайр тут же, то, скорее всего, убил бы. Ну, такие мелочи, которые так вот, если проанализировать со стороны, это все видно. Слушай, а... Чины будут? Он хочет давить на Эмбере. Поддержите его. Парни. Ну, Кускар, да, фармливал хрипов. Его что-то как-то пофиг было, по-моему. На самом деле, он бы важный пример. А не убили бы пугну? Карта тоже умрет. Ну, что из-за беда? Должен, да, она умрет. То есть, стаков? Оу. Мы лугодали за ВР-ку, слушай. Да, он неплохо разменялся. Единственное, что на экспедиции получил, в будущем мертвым. Так, он с ВР-ки делать ЛАП, ну, бы себе почти... Почти девятый. Ну, не почти девятый, а почти десятый даже. Много бы экспу было, если бы дел бы. Но не суть, у него все равно все хорошо. Хороший тайминг армлета, это, в принципе, до... до 15 минуты, если ты берешь какие-то утильти айтемы, типа... эластиков. ПТ-шки тоже. На Хускаре обычно покупают ботинок, не грейдят его, сразу берут армлеты и идут качать лес. Но, считаю, что он купил ПТ. У него все хорошо. Ну, и по Натворсу мы едем 4200. Кстати, о Натворсах. Так, промотаем мы эту паузу. Это значит, что... что-то будет интересное впереди, трассверка вылетела. Да, классика жанра. Ставится пауза, игра будет хорошая. А. Ее решили не ждать? Ну, 4... 4 или 3 паузы нажали, по-моему. Возможно, просто паузы закончились. А, все, она вернулась. Хорошо. Подстакивает себе лесочек. Будет параллельно фармить. На самом деле, Скаре очень приятно стаки фармить. Это такой достаточно хорошо регенивающийся герой. У тебя нет какой-то массового дэмэджа. Допустим, у того же тролляжа, гернаута, которые тоже неплохо фармят стаки. Но он просто быстро огнем забирает. Такие постоянно крепасов. У меня эти крепасы что-то не совсем хотят умирать. Тут просто два крепа. Нормально. Сейчас запутай себе перчатку. Все, армляд готов. Харно. Он себе смог сразу купил. Слушай, значит, что-ли он на Рошана пойдет скорее всего. Возможно. У него есть Индафайр, пугная. Он даже не стал тратить время на Индафайр. Хотя, может, не отталкивает, может, я ошибся. Наверное, отталкивает и прерывает ультимейт. Пугная. Думаю, что да. Это как с счетом Марса. Тоже отталкивание, которое прерывало ульту Пангалера. Так же и тут, наверное. Ну, посмотрим. Посмотрим. Но я считаю, что нужно тэппиться сперва, потом смог сжать. Не побежит же он отсюда. Он хочет что-то вообще пофармить. А может, он по пути подфармит лесок весь? Ну, возможно. Хотя нет, полетел. В идеале показаться на линии, потом тут же зайти в кусты и потом идти сразу бить Рошу. Получается, враги тебя видят на карте на боте и у них потом такой небольшой основан за голове то, что Пускар забирает Рошана. А так он уже давно не показывался на линии. Секунд 40. Ну, не 40, может, чуть меньше. 30. 30 его уже нет на карте. Если они видели, что он купил армлет, Пускар должен чекать шараданин постоянно. Ну, и по идее сейчас он должен играться армлетом прям постоянно. Да, на каждую тычку умрешь. Бывают такие случаи. Кратар армлетом решил не сыграть. кстати, играния я еще не видел. Да, это на самом деле не так сложно. Как может показаться. Ты просто в тайминг кликаешь. Ну, это если ты играешь на Фускаре, ты это спокойно делаешь. понятно, да. За тысячу матчей, я думаю, любой научится. в принципе за большое количество матчей вы можете стать проигроками, но это другой разговор. Все приходит с опытом абсолютно. Игроки часто спрашивают наши подписчики в том числе как поднятие ммр. Просто играйте в доту. Смотрите видосы, играйте в доту. Если кто-то будет такими же игроками как вы. По 2000 ммр, по 1000 бтс. ммр, 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 ммр. зря не в кускарой ресурс выливает если он араблет выключил там пуг на бласт успела кинуть или это от бласт отлетела хп наверно от бласта но мог тоже отклеится тот трава есть и эгис этого хускара пока что окей на или барда следующим артефактом есть два героя против которых от али барда хороша это свен этого эрка во-первых всеми севтры затыкать просто героев на ранней стадии это очень круто но и дополнительно вот стакаться стакается с энерфаером то есть куриниру свена может держать в контроле 9 секунд ну в контроле от али барды вообще не может подойти но и хорошей стоты естественно от этого айтема и миссы сила немного резиста 12 процентов сопротивление эффектом хорошая лучший айтон в принципе на хускар если вам пик позволяет вы можете купить вообще драгон лэнс какой-нибудь и пику играю против примера клокверков различных курс 2 силеров но опять же против голи профи не купить али барды если коры магические в основном у врагов здесь против у ярки неплохо будет вот он уберет себе 15 где мы же не стал брать талант на хитпоинты как говорил в одном из интервью resolution и есть урон бери урон так так вот и тут который замечаем всегда игроки почитают именно дэмэдж на всех персонажей но здесь 25 хп это тоже не такой что хай талант то просто хуская слишком много хитпоинтов включена равнят у него 2600 200 хп погода вроде как не сыграют но носить чуть больше дэмэджа это это фарм естественно на ранних стадиях не интересно что он возьмет на 15 потому что он в принципе ключевые таланты тут есть и дэмэч стрелы и вампирик очень в это что фаскаре сейчас не берет маску на этот план хорошие легкие два фрага в итоге вышка должна падать слушай они могут даже на самом деле и поддавить в теги все еще имеется можно попробовать это три покушать слушай я вот так задумался слава богу что хускара перестали пикать помнишь те времена пускары со это жесть была после каждой игры хочет хочется сходить душно от этой грязи отмыться от того близкого какой-то степени геймплея просто идет и давит вот что ты с этим сделаешь нажал своим gds купил себе мили сабельку послана супер много айтемов оружие сломали с веном всего пока сваде спирит весел спирит весел есть а будет армлет нет выключил областику поводь нажать кучу там лет и тут же стик кликнуть под спирит веселом вообще да там прям сложно можно но сложно решил до конца вы нас перед выслушаешь мешает спорные на сентимает чтобы скинуть этот весел собственно что он сейчас и делает у хускара крайне ранее весел появился от узкара точнее против узкара но обычно ты минуте 20 покупаешь ой за обозил в полете хорош еще один спирит весел до сколько можно они чё бесконечный откуда столько заряда 6 зарядов было на пускаре на выдался термитом еще раз перед весел кинул у него было 6 зарядов жестко паска выжимал то что он купил этот спирит весел на тусике имя стики вином ботинок так еще и насобирал действительно перед дракой да он в топе фит происходил если героев она пособирал на и бкб к следующим айтоном кстати вот мне кажется на пускаре в некоторых играх можно покупать себе лотус то есть если ты понимаешь что тебе бы к башка в игре не нужно а нужно нужен армор и скажем так уклонение от некоторых только с полов и от спирит весел то можно взять себе именно лотос но чтобы к башку нажмешь тебя пока эти то лотос перезаряжаю перезаряжается быстро достаточно и можно нажимать по кд армор тебе дает хп ген тоже ман реки не самый плохой этом находки но кстати здесь он был бы крайне неплохо да алион тускар пугно просто диким файс себя поджиг в случае чего и традиции тимой не нужно но он хочет башку взять его понимаю перед но и зря спирит веселом не удивительно почему-то и вся посмотри где его хп рублят выключил перед весел конечно жестко хлопот доставляет за его и достало быть две тысячи бы закинуть их бы хватило наверно но не могут догнать в арку у нее фай закипел свиндран быстрее здесь должно убивать дело мог сноу болтусе сейчас нажать но просто потянул бы немножко времени там даже залетел такой почти по таймингам у средства он на лотос изменил свое решение он это неплохо просто артефактор там по сути больше нет таких которые против спирит весла хорошо работают ты можешь купить себе его но его больше подходит таким героем как микрофос или темно такое себе манту напускали ты не хочешь покупать лотос реально и давно видел манта на свене транс как-то сыграл на мажоре паблик тоже собирают манта на хаскаре это очень дикость но опять же кулдаун а все-таки бака башка я думал лотоса ну да в очередной раз передумал пока . это вот на хороший team fight естественно лучше тебя вообще никто не тронет за это бака башку но лотоса так если вы заходите какие-то раздежные драки он надеется что он зайдет и просто закончу в общем то так и может произойти он игрок на пускаре вот на равных солдат своему практически ничего не делает хотя у свена сейчас ранее бака башка есть то есть чисто физически если вот они будут долго рубиться то за эту баку башку можно нанести хотя какой-то урон но стать называть что в команде пускай все таки тоже есть герои есть хорошая верно когда катит бакаба с вами очень легко ты нажимаешь ульт и он четыре с секунды стоит просто теряя года я теряю половину бака башки и потом хилл нажимаешь и герою он не получает свой на конкретно хороший пик мне нравится их пик под кускара самое то эмбр спирит который вообще берется как спейсер как геймейкер какой-то вот их узкару ну ему space не нужно не просто идут в один ты его супер сильный выем этот давит под фистами вот под всеми кнопками от тиммейтов да что их действительно агрессивно очень сильно хотя у врагов тоже не самые пассивны ну да ну если бы вот мне немножко не нравится связка оффлайнера и мидера не проиграет просто как-то странновато пугна варка мы не знаю отсутствие контроля какого-то их то глобальных кулдаунов кнопок ну то есть если бы на миде стоял бы стояла бы варка или пугна она в оффлайне был бомбар стоит хантер было бы как-то от посолиднее что ли чтобы вы хоть как-то могли полноценно драться завязывается хорошую драку со своей большой кнопкой кнопкой x но такого узкара крайне сложно сейчас будет остановить и айгис и сыр это слишком сильно плюс бкб главное бкбшку не нажать перед айгисом пред пропажа его все подбежит нажал бкбшку ты тычку даст ты умираешь бкб потом тебя берстит под весом и сыр уже не нажмешь мы такое уже видели надеюсь что не увидим снова solar крест кстати тускар покупает очень правильно этому делает на туске доллар против узкара это очень хорошая там минус арморит у этого героя мало армора то есть армлет не включен даже если включен что такое 14 армора с включенным армлетом нажимаешь solar и лоб минус 12 и как он сильно так спит режет на туске с этим solar будет резать надо на фармить еще немножко не хватает уже интересно конечно он на низ полетел я команда видимо хотела идти по миду судя по всему он хотел сына прогнать что в эту заботе не фармил он хочет мкб школам смог разбили и кстати они пересеклись все вместе там неплохой ультимейт кстати от метров и верный три четыре героя стоят там стопит вы рассказали стильные просто всех тиммейтов свой на похоронили она получается и станки тавра залетел немножко не скоммуницировали на тем менее все герои остались в одном месте идеальная драка они могут стром пойти попробовать если бы бэйбэков нет на самом деле можно не у кого бэйбэков нет кстати они резать и не так долго на второй столб они уже придут в принципе но явных месте пошел бы на боковую сторону и там уже принял бы драку с остатками часть самое главное чтобы когда не весом весь враги они бы по одному не начали умирать иначе игра закончится у них есть ягис у них есть сыр но первых хитки тар проседает то есть на 4 он добрали делать на пускаре просто идет боковую сторону пушить заберешь две стороны игра уже врагов закончена у тебя огромный перевес по деньгам даже если вы сейчас сдохните или не пушатся выйдете просто на третье врагам будет сложно задать пока своего нет просто сейчас бы они пошли т4 пугно бы вспомнилась в ряда да и так далее эти т4 все-таки бьет тебя это не головы братья легко забрать на из артефакт он покупает себе for stuff по крайней мере хочет либо у него он стоит ну знаешь если бы был бы поймать жесткий дамажащий от руки мизер а не в рк с джавелин который джавелином только и бьет был в этом толк кстати зачем он бы такой прожил не понял он увидел свой но возможно потому что там у сана блин ой-ой-ой-ой-ой от рубико стану словно и леона по трем героям красиво собирано но они так идеально встали под него молодец и в ультра кубкил делает мембр спирит ультра колу ультра кул ультра кул на эмбре более награ конечно закончилась быстро непривычно до записывая 45-минутные катки это толпа то хускар типов пускара стоило ожидать такие игры он быстро пушит обычно что старается затягивает игру то он проигрывает и напишите в комментариях как он такой хосик и может быть ваше предложение кого записать следующего я напомню 62 процента винрейт на пускали у этого игрока и 1000 игр практически там 957 помогли 960 что-то в этом роде но в принципе неплохо спасибо всем хорошего да я пока